Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня речь пойдет о проволочнике и медведке, а еще о препарате, который бы уничтожил гусениц, не нанося вреда ни вашей капусте и ничему другому. Надеюсь, что вы смотрите внимательно и запоминайте, пожалуйста. Много очень средств, которые сейчас выпускаются промышленностью, это, конечно, вот видите, красивейшая упаковка написана от проволочника и медведки. Эти двогоденыша наносят огромный вред. Медведка может сгрызть что угодно, она хуже мыши, хотя это все-таки насекомое, ну довольно большое, но насекомое. Проволочник изгадит всю картошку и не только картошку, скажу я вам. Значит, выпускается и вот такой вот препарат, который тоже в очень красивой упаковке. Хочу сказать, что и это, и это у них очень маленький расход. Если вы хотите, значит, 10 квадратных метров, а это, по сути, очень большая грядка, да, метр на 10, то есть две приличные грядки и понадобится всего 30 грамм вот этого препарата, а здесь в упаковке 170 грамм. Стоит это сущие копейки на самом деле. Если это от медведки, тогда вносится на глубину 3 сантиметра, то есть, в принципе, можно подграбли после перекопки, а если от проволочника на глубину 5-10 сантиметров, тоже подграбли можно, не обязательно там ходить и втыкать это гранулы в землю, как делают некоторые. Но я хочу предложить вам другое вещество, которое совершенно не имеет отношения к химии. Горчичный жмых. Видите, горчичный жмых – это то, что остаётся от переработки горчичного семени. Видите, какой он? Он прямо вот в таком вот виде. Как он используется? А тут всё очень просто. Является ещё и удобрением с очень хорошими свойствами отпугивания почвообитающих вредителей – проволочника, хруща, личинок морковной и луковой мухи. Вы внесёте в почву тоже подграбли, потому что муха не сможет пройти тот слой земли, где будет внесён этот горчичный жмых. Это просто здорово. Вы ещё с этим не знакомы. Когда мы сеем белую горчицу, она очень хорошо рыхлит в землю. Да, частично отпугивает и проволочника тоже. Но это внесённое в почву будет работать на 100%. Повышает урожайность без химии, обогащает почву питательными элементами. Конечно, в горчице их просто масса. И защищает от вредителей. Запомнили, горчичный жмых – это новенькое. Запоминайте, вам это всё очень понравится. Теперь речь пойдёт о гусеницах, которые достают, вроде бы опрыскал, и солью, и фитовермом, и ещё чем-то. Они помогают. Бабочка, нет-нет, да, обязательно отложит свои яйца, капустница. Так вот, есть такие препараты, они называются лепидоциды, то есть это биопрепараты. Это не имеет отношения ни к какой химии. Один лепидоцид – это, написано, биопрепарат против листа грызущих гусениц. Как его употреблять? А вот тут вот всё подробненько написано. Защита от гусениц, белянок, совок, молей, плодожорок, огнёвок, шелкопрядов, листовёрток, лукового мотылька, лугового мотылька и других вредителей. Значит, рабочую жидкость готовить перед опрыскиванием. 4 мл препарата, это вот одна ампула, как я понимаю, 4 мл, нужно развести на 1,5-2 л воды. И вперёд, и с песней. Вот этот препарат, запомнили, да, от чего? От листа грызущих гусениц и от многих других вредителей, которые нас допекают просто за лето. Значит, этот препарат прекрасным образом работает от картофельной моли. Когда мы не понимаем, что происходит с листьями картошки, от гусениц и других вредителей. Тоже биопрепарат, тоже липидоцит. Ну, вот сейчас много в таких маленьких упаковках. Ну да, он, конечно, не очень дешёвый. Вот это стоит практически 50 с лишним рублей. Но, воспользовавшись таким препаратом один раз, вы избавите себя от посещения этих красавиц. И ваши капусты, и не только капусты, грызут они листья всех растений практически, будут живы и здоровы. И не будут выглядеть как решето. Значит, современная промышленность, она, конечно, выпускает, ну, препараты, конечно, очень злобные. А есть даже очень не злобные. Встал вопрос, каким образом избавиться от сорной травы. Некоторых она просто замучила. Ну, вот раундап, да, он когда-то был очень модным, он когда-то помогал, но вы всё делаете неправильно. Вы сначала траву скосите, потом раундапом побрызгаете. Нет, мои милые, вот выросла трава 25-30 сантиметров, вот тогда на макушку брызгаете, прямо на неё, не попадая на другие растения. Но есть другие препараты, где, да, они злобные, повторяю, злобные очень. Вот это глифоз. В нём его основа глифосфаты. Это, пожалуй, ну, страшненько, я бы сказала. Но даже мелкий кустарник исчезнет, если вы всё сделаете правильно, так, как написано вот здесь на инструкции. Тогда мучения прекратятся. И трава исчезнет, и кустарник мелкий. Есть такое же с содержанием того же препарата, называется снайпер, называется глидер. Если хотите избавиться от одуванчиков, вспомните название. Помните, мы проходили лет пять назад? Лонтрел. Если вы газон опрыскаете лонтрелом, исчезнут только одуванчики. Больше там ничего не исчезнет и не погибнет. Пользоваться нужно правильно. Сказать, кстати, значит, обработка от сорняков – это очень важное, да, дело. Вот тут, например, есть такой товарищ лозурит. Лозурит в его составе для борьбы с однолетними, двудольными и злаковыми сорняками. Пырей ползучий – каким является растением? Правильно, вот именно злаковый сорняк, потому что он всем видом своим похож именно на злаковое растение. Так лозурит избавит вас от этого гадёныша, и он не будет доставать вас на грядках и дорожках. Выгнивание происходит, если на макушечку побрызгать. Вот весь стебель вместе с корнями, что очень и очень важно, но не попадая на другие растения. Если написано кратность обработок две, значит, дважды через определённое время нужно повторить. А не так. Взяли, срезали, опрыскали и ждём-сидим. Не сработает так. Надо постараться немножко, чтобы эффект был стопроцентный, как написано в рекомендации. Значит, оставим в покое это, и вернёмся к препаратам, которые помогают растениям. Микроудобрения. Хочу, чтобы в одной программе вы услышали очень много. Микроудобрения – это те препараты, которых очень мало в земле. Вот поэтому микро – мало. То есть они называются редкозёмными. К ним относятся и бор, и медь, и железо, и молибден, кобальт, золото, серебро. И бесконечно их очень много. Для того, чтобы растения чувствовали себя комфортно, микроудобрения вносятся либо в почву, либо опрыскиваются. Вот куда тут ни посмотри, тут одни микроудобрения. Причём для каждого вида растения придумано что-то конкретно своё. У вас есть такая плохая привычка, которую я всегда ругаю. Вот купили универсальное и всё опрыскали. Универсальное – это, скажем, никому не помогающее практически. Потому что из микроудобрений там минимум собран. А если нет молибдена в составе, то и эффекта никакого практически не будет. Вот серии, где для ягод отдельно, для помидор отдельно, для капусты отдельно, для кабачков бахчевых отдельно, для лука отдельно. Почему? Да потому что каждое растение совершенно индивидуально. И каждое требует такого количества препарата, которое ему только надо. Если для красоты цветка много магния нужно, для того, чтобы цвело множеством цветов, нужен бор, для того, чтобы сладкие были фрукты и плоды, там овощные, корнеплоды, нужен, конечно, и калий, и фосфор вместе, чтобы сработало всё, чтобы связалось в земле. Молибден нужен в микродозах, но нужен. А вы как-то относитесь к этому вот так. Нету меди в составе? Плохо. Нет железа в составе? Плохо. Кстати, про железо. Если мы с вами говорили как-то о железном купоросе, если вы боитесь пользоваться именно самим железным купоросом, выберите такой препарат железосодержащий, называется ферровид, где железо находится в хелатной форме, то есть в очень чистой форме, очень удобоваримой для растения. Поэтому страха никакого быть не должно, нужно строго соблюдать инструкции. Так, я ещё не всё протараторила, поэтому хочу сказать, что жидкие удобрения тоже имеют место быть. Такие вытяжки из навозов, из перегноев, которые называются гуматами, гуминовыми кислотами, они тоже необходимы. Поэтому вы, когда начинаете сезон, вот сейчас он заканчивается, да, сейчас уже растениям практически ничего не надо. Если вы следуете моим рекомендациям, калий и фосфор они получили, значит, получат ещё, когда листья опадут, всё, что им положено. Но рано весной, когда растение начинает свой рост, вот тогда вы ему помогите. Не надо ничего делать так, как я хочу, надо делать так, как растению надо. И комплекс микроэлементов хотя бы один раз дайте. Вот если уж вы совсем расслабились и ничего не хотите давать, ну, дрожжи-то дайте. Один раз за сезон-то можно, но всё-таки предлагаю пользоваться и микроэлементами. В каждую грядку, которую вы вскапываете и готовите к посадке, будь то лук, будь то морковь, всё равно микроэлементы внесите, либо один раз полейте. Ну, на этом я закончу. До свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин